Всем привет! Сегодня мы поговорим о мощении сложных участков тротуарного покрытия на примере замкнутого помещения в нашем офисе на холодильной 114, который вот-вот будет готов снова принимать наших гостей. Подготовка к мощению начинается с эскиза. Необходимо предварительно определиться с цветовым решением, зонированием, формой и определить площадь каждого из видов тротуарной плитки. Для этого вы можете обратиться к дизайнерам или к нашим менеджерам, которые смогут учесть все пожелания. Также дизайнерам необходимо вынести размерные привязки ключевых точек будущего рисунка от уже существующих конструкций. В нашем случае это стены, а в вашем это может быть крыльцо дома, стена гаража, опорный столб калитки или все сразу. Для укладки нужны следующие инструменты. Уровень, провила, камнерезный станок, а также возможно болгарка или гильотина, лопаты, строительная нить, перчатки и рулетка. Теперь перейдем к самому мощению. Выполняем разбивку в соответствии с проектом. Вся плитка укладывается на цементопечанную смесь в соотношении 1 к 4, предварительно утрамбованную. И начинаем мастить по принципу от самых сложных элементов к более простым, при этом используем только целую плитку. Подрезка будет осуществляться уже после основной укладки тротуарной плитки. Второй по сложности элемент это тротуарная дорожка. Она имеет плавные изгибы. При укладке этого узора необходимо предварительно уложить пробный ряд с учетом зазора между плиткой и отсутствием подрезки. Поскольку классика имеет закругленные края, нежелательно ее подрезать. Ширина участка мощения должна быть кратно ширине тротуарной плитки. Закончив центральную дорожку, приступаем к укладке углового участка с орнаментом. По предварительной разметке с помощью строительной нити размещаем прямой угол, опираясь на привязки в эскизе. Далее заканчиваем работу выполнением однородных и больших участков, заполняя оставшиеся пустоты. Итак, подведем итоги. Не выполняйте мощение сложной формы без разработанного дизайн-проекта. Доверяйте работы по благоустройству профессионалам своего дела. Мастите по технологии от сложного к простому. Укладывайте пробные ряды, чтобы не переделывать работу дважды. А про правила подрезки и заполнения швов вы узнаете в следующем ролике. А на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и шагайте по плитке нового поколения.